Здравствуйте! В эфире новости. С вами Олеся Кенфеева. И сегодня главные темы. Поддержать защитников. Мобилизованным серпуховичам отправили еще одну партию гуманитарного груза. В округе работал десант врачей. Специалисты научно-исследовательского клинического института детства вели прием маленьких пациентов. Скоро будет волшебство. Театр-лаборатория Елены Порошиной готовит новогоднюю премьеру. Сегодня мобилизованным серпуховичам отправили еще одну партию гуманитарного груза весом в 10 тонн. В сборе и отправке приняли участие общественная организация «Здоровое Отечество», предприниматели, ветераны-пограничники, образовательные учреждения, члены и сторонники местного отделения партии «Единая Россия», семьи военнослужащих и неравнодушные жители. Двухкратному олимпийскому чемпиону по боксу Олегу Саитову показывают пункт сбора гуманитарной помощи, который находится на Джонариде-5. На части коробок детские рисунки. Здесь новогодние подарки для детей, которые там живут, и для военнослужащих. В них пряники от студентов губернского колледжа, теплые носки, шоколадки и письма от серпуховских школьников. Они рассчитаны на три батальона. Утеплители, пленки, баннеры. Баннеры? Да, баннеры бэушные, которые у нас отработали. А они что-то не делают там? Укрытие, да, чтобы не промокрыть крышу. Здесь газовые обогреватели и баллоны к ним. Плитка, одежда, средства личной гигиены, сухпайки, лекарства медицинской принадлежности. Двухкратный олимпийский чемпион по боксу тоже не с пустыми руками. Как представитель общероссийской организации «Здоровое отечество», он вместе с коллегами привез гуманитарную помощь. Большое спасибо, что нашли возможность помочь нашим ребятам. Сейчас они находятся в зоне проведения специальной военной операции. Конечно, им помощь очень нужна и необходима. Огромное спасибо за то, что сегодня «Здоровое отечество» смогло найти возможность приехать и привезти все необходимое. Очень приятно, что есть такая возможность от нашей организации оказать поддержку. То, что вы просили, мы практически все закупили. Бензиновые генераторы заносят здания. Их военнослужащие смогут использовать как резервный или основной источник электроснабжения и рулонные полиэтиленовые пленки для обустройства быта. Заносить помогают сотрудники управления по обслуживанию и ремонту объектов социальной сферы городского округа, волонтеры и жители Серпухова. Контролирует работу пункта глава Серпухова. Он также благодарит Олега Саитова и организацию «Здоровое отечество» за помощь. «Мы формируем гуманитарную помощь для наших ребят, которые сейчас принимают участие в СВО. Данная помощь, рядом стоящие перед вами автомобили новые УАЗ, различные оборудования, которые, на наш взгляд, поможут нашим военнослужащим». Специально подготовленные для работы в сложных дорожных условиях автомобили останутся военнослужащих. Часть из них Олег Саитов передает сейчас. «От нашей организации «Здоровое отечество» передаем два автомобиля «УАЗ-Буханка» для нужд, необходимые для передовой, чтобы они служили, помогли вам, ребята. В общем, для победы. «Спасибо большое! Эти машины спасут не одну человеческую жизнь». А уже сегодня гуманитарную помощь отправляют на передовую. Александр Яковлев не первый раз едет в зону СВО. Привозит мобилизованным вещи и товары первой необходимости. «Мы с самого первого дня начали помогать ребятам. Мы уже не первую машину отправляем. Мы уже часто ездим туда. Все отвозим. Электрогенераторы, бензопилы, то, в чем нуждаются люди. Гвозди и все прочее. Питание, теплую одежду, термобелье. В общем, все. Лопаты. Ребята очень рады, что мы приехали. Тем более, с родины приедем. Там же наши земляки служат. Мы как бы в основном им передаем. Сегодня отправляем гуманитарную помощь для наших ребят в одно из направлений. Большое спасибо всем, кто откликнулся. Это наши жители, это наши организации, предприниматели. Конечно, огромную помощь оказали общественная общероссийская организация «Здоровое отечество». Вчера они вечером доставили большую-большую партию гуманитарной помощи, часть которой сегодня уходит и часть которой на днях мы отправляем в другое направление. Среди этих коробок есть те, которые готовили дети. Студенты, школьники, воспитанники детских садов подключились к акции «Тепло из дома». Они рисовали открытки, приносили шоколадки, пекли пряники. Акцию «Тепло из дома» придумали местное отделение партии «Единая Россия» совместно с профсоюзом госучреждений и профсоюзом здравоохранения, работников здравоохранения. Организовали эту акцию. На помощь пришли Серпуховский колледж, медицинский колледж, губернский колледж. Отдельная благодарность Лысикову Александру Ивановичу за пряники имбирные для ребят на фронт. Посылки передают и родственники мобилизованных серпуховичей. Мы передаем адресные посылки каждому своему солдату. То есть это матери, жены, теплые вещи, блиндажные свечи, сладости, естественно, на Новый год. Больший груз наполнен. В зону СВО отправляется 10 тонн гуманитарного груза. Десант врачей научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области обследовал маленьких пациентов Серпухова. Сегодня в округе работал мобильный комплекс, в котором узкопрофильные специалисты провели осмотр детей. Подробнее расскажет моя коллега Ирина Зайцева. Регина Потапова с трехлетним сыном направляется в мобильный центр. Узкопрофильные специалисты на месте проведут ребенку комплексное обследование и возьмут все необходимые анализы. Нам очень удобно, что здесь в этом комплексе можно сделать сразу и УЗИ, и сдать анализы, и все, все результаты тебе сразу дадут на руки, все тебе проверят, и доктор тебе скажет, значит, лечение. Экономия и времени, и денег, потому что это бесплатно, тебя записал врач, тебе дали все бумажки на руки, и ты пришел, просто сделал и ушел. В мобильном комплексе работают клиникодиагностическая лаборатория, кабинеты акушерогинеколога, отоларинголога, офтальмолога и педиатра. Современное оборудование позволяет специалистам выявить малейшие структурные изменения органов и патологию. Совершенно разнообразные проблемы, начиная от нюансов, связанных с функциональными изменениями желудочно-кишечного тракта, заканчивая какими-либо хроническими, достаточно тяжелыми заболеваниями, либо оперативными вмешательствами и их последствиями. НИКИ ДЕТСТВО предоставляет комплексный прием пациента с какой-то конкретной проблемой, и включающий в себя как консультацию врача, так и развернутое обследование. На прием к врачу-эндокринологу научно-исследовательского клинического института детства пришел сегодня вместе с мамой 9-летний Александр. Врачи здесь хорошие, могут обследовать, выписать лекарства, и, в общем, мне это очень нравится в них. Еще плюс этой больницы, то, что мне не нужно сидеть в очереди и скучать, потому что это время я могу подразить на видеоигры. Это очень хорошо, что к нам ездят много разных специалистов, которые могут провести ребенку всевозможные обследования, что не надо стоять нигде в очереди, не надо записываться. Ребенку это очень хорошо, и как мама я очень довольна, что приеду в одно место и все это сдам, проведу, обследую, и нам подскажут, где, что и как. Выезды мобильного комплекса позволяют уточнить диагноз, направить пациента для прохождения более углубленной диагностики или на госпитализацию в Нике или Монике. За время работы десант врачей побывал почти в 60 городах Подмосковья и осмотрел порядка 7,5 тысяч маленьких пациентов. Критерием выбора территории при выезде является удаленность района и листы ожидания пациентов к врачам узким специалистам. Дети с различной патологией после осмотра направляются либо на обследование по месту жительства, если по каким-то причинам по месту жительства нет доступности, направляются в наш научно-исследовательский клинический институт, либо в город Матич, либо на Большую Сирпуховскую. Записываем сразу на приеме, выдаем талоны, и к указанному времени родители едут на обследование. Во время работы мобильного центра сегодня в детской больнице маленькие пациенты с сахарным диабетом получили специальные датчики для непрерывного мониторинга глюкозы. Данная программа началась недавно. Благодаря нашему губернатору детки теперь имеют возможность получать эти датчики. У нас все дети, продающие сахарным диабетом, получают датчики на месте, то есть в Сирпухове, где они непосредственно проживают. Городской округ Сирпухов по праву можно назвать территорией здоровья. Мы стараемся наших детей, маленьких пациентов, полноценно обследовать на современном оборудовании, согласно стандартам клиническим рекомендациям, и предоставляем все необходимое для этого. Сегодня в Сирпухове прошел сотый выезд мобильного комплекса. Десант врачей проводит диагностику маленьких пациентов в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Новый год для ребенка – это время волшебства и подарков. Наш телеканал проводит свою традиционную акцию «Елочка желаний» в этом году совместно с Бизнес-лигой. Предприниматели Сирпухова помогают Деду Морозу собрать подарки детям, которые остались без родителей. Сегодня мы расскажем о Маргарите Горячевой. Маргарита самостоятельная, веселая и энергичная. В следующем году она пойдет в школу. Уже сейчас умеет писать, считать и читать. Знает много стихотворений. «Снежок порхает и кружится, на улице бело, превратились лужицы в холодное стекло, где летом пели зяблики, сегодня посмотри, как розовые яблоки на ветках снегирьи. Снежок изрезан лыжами, как мерзкий скрипучий сух, и ловит кошка рыжая веселых белых мух». Маргарита очень активный ребенок, занимается рисованием, спортивно-бальными танцами. Дома любит рисовать, очень часто рисует. Практически каждый день, когда садика приходит, садится за стол и сама рисует. Готовится к школе, математику, читает книги сама. Девочку воспитывают бабушка и старший брат. Мама и папа ребят погибли в автокатастрофе. Иван много работает, но все свое свободное время посвящает младшей сестре. Вместе гуляет, ходит в детскую игровую комнату. Он рассказывает, Маргарита сильно верит в волшебство. «А я не спала и видела Деда Мороза. Ну, красный такой, в шляпке, с подарками». «А что он принес тебе?» «Да он мне пока ничего не принес. Ну, на оленях бежал». «А как олени выглядят? Я не видела никогда». «Ну, с рогами такими. Хвостики маленькие, почти что как у зайчика». На листочке она рисует елку, зайчика и подарки. И верит, что в этом году Дедушка Мороз принесет ей заветный сюрприз. Письмо Маргариты открывает помощница волшебника Анна Баранова, владелец научно-производственного предприятия «Деловой союз». «Здравствуй, дорогая Снегурочка. Меня зовут Маргарита, мне 7 лет. Я живу в городе Серпухове. Спасибо, что помогаешь Дедушке Морозу поздравлять с Новым Годом, ребят. Подскажи, пожалуйста, Дедушке Морозу, что я мечтаю о собачке на пульте». Какое интересное желание у девочки. Конечно же, я помогу этому желанию исполниться. Каждое заветное желание ребенка обязательно должно исполниться. И все взрослые когда-то тоже отправляли письма Деду Морозу. Мы, конечно же, все верили в Деда Мороза, и я в том числе. Мечтали о хороших красивых игрушках, о конфетах, о мандаринах, которые сейчас, наверное, всем доступны. Поэтому, конечно, хочется детям исполнять желания. Мне кажется, каждый способен быть волшебником. Это так приятно делать другим подарки. Маргарита очень ждет, когда снова увидит Деда Мороза, расскажет ему свое стихотворение и взамен получит долгожданный подарок. 26 юных жителей села Липеца получили в подарок на Новый Год теплые зимние куртки и яркие сувениры. Это стало возможным благодаря Федерации тайского бокса Серпухова и местному отделению партии «Единая Россия». Федерация тайского бокса Серпухова продолжает дарить новогоднюю сказку юным жителям округа. В рамках акции «Дарим тепло» 26 детей мобилизованных серпуховичей и ребят из малообеспеченных семей получили в подарок теплые куртки, чтобы морозной зимой весело использовать для здоровья, проводить время на улице вместе с друзьями. Эту акцию организовал благодаря вице-президенту Федерации Валерию Алексеевичу. В первую очередь благодарим, что он эту акцию придумал и решили порадовать наших детишек перед Новым годом. Я надеюсь, что это будет хороший подарок для наших детишек. От местного отделения «Единой России» юным Серпуховичам передали наборы с развивающими играми и сувениры ручной работы, сделанные участниками творческого конкурса «Снежное чудо». Вообще новогодний праздник – это такой праздник семейный. «Единая Россия» вместе с нашей администрацией школы и с Федерацией тайского бокса. Все вместе нам решили сделать сюрприз к Новому году, преподнести такие подарки. То есть соцподдержка очень хорошая, спасибо огромное за все, очень-очень приятно. Всего Федерация тайского бокса Серпухова планирует утеплить этой зимой порядка 300 юных жителей городского округа. Безусловно, новогодняя пора – самое волшебное время в году. Столько желаний и надежд. Все они обязательно сбудутся. Главное – искренне верить в чудо и свою мечту. Количество ДТП с пострадавшими и с участием детей снижается. На последнем в этом году заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения подвели итоги работы и обсудили планы на будущий год. Заседание комиссии, которое проводил заместитель главы администрации округа Андрей Севрюгин, начали со статистики дорожно-транспортных происшествий, произошедших в уходящем году на территории округа. Имели место ДТП, где пострадали люди. По такой части категории ДТП мы имеем снижение на 35%. Также мы имеем сокращение дорожного транспортных происшествий с участием детей. К сожалению, ДТП с погибшими у нас находится на прежнем уровне прошлого года. Что хотелось бы отметить, что основные дорожные транспортные происшествия, где пострадали и погибли люди, имели на дорогах региональной сети. По автодороге М2 Крым большого всплеска аварийности нет. И после проведенного капитального ремонта ее, здесь мы видим, и наезд настоящий, и скорость. Нам были поданы предложения в Центр автоматической фиксации нарушений ПДД с учетом анализа аварийности. И была согласована установка 31 камеры по всей территории. Но в части Серпуховского городского округа уже 10 по М2 поставлено. В числе самых аварийных названа дорога Серпухов-Данкетурово. В следующем году включены в план и поданы от Министерства транспорта и дорожной структуры планы по тросовому ограждению. Это Серпухов-Данкетурово. В Бутурлино в этом году Масавтодор засфальтировал более 2 километров тротуара. Пешеходные переходы сделали. А с освещением пока вопрос не решен. Из 105 решений, принятых на заседаниях комиссии в уходящем году, выполнено 51. 39 из них на муниципальных дорогах. Профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в течение всего года на заседаниях комиссии уделялось большое внимание. Что сделано? Какие мероприятия проводили в образовательных учреждениях? И что еще надо сделать? Дети обеспечены светоотражающими устройствами, фликерами. Приняты меры по обновлению и оснащению транспортных площадок. Создан родительский патруль. Работает отряд движения юного инспектора. На сегодняшний день это 36 отрядов. Общее количество детей, которые задействованы в отрядах ЮИД, 645 детей. А вот у нас в Олеге Степаново как раз есть площадка. А вот там как часто? И что? И с кем? Я так понимаю, что по графику. Наглядные уроки по правилам дорожного движения школьники получают в парке имени Олега Степанова. Здесь обустроен целый городок, где сотрудники госавтоинспекции проводят занятия. Театр лаборатории Елены Порошиной к новому году готовит новую постановку «Колыбельная для ангела». В основу сценария легли сказки Ганса Христиана Андерсона. Наша съемочная группа побывала на одной из репетиций. Слушайте, можете потише? У меня репетиция идет. Мастер не любит, когда в зале посторонние. Они отвлекают от творчества погружение в сказку. Ведь на сцене – настоящее волшебство. Создают его артисты театра-лаборатории Елены Порошиной. В этом году театр-лаборатории уже более 10 лет. И он очередной раз отвечает своему названию. Лаборатория, то есть исследование, то есть какой-то поиск. И в этот раз у нас тоже новая форма. Мы работаем с марионеткой. Мы работаем, у нас идет такой симбиоз драматического и кукольного театра. И за основу взят, конечно, наш любимый Андерсен, этот великий датский сказочник. Верить в чудо и сказку одинаково важно для ребенка и взрослого. Пока дети любуются завораживающим действом на сцене, родители ловят глубокий смысл, читая между строк. Основное глобальное, что мы не должны быть безразличны друг к другу, что мы должны быть внимательнее, заботливее и все-таки стараться как-то достучаться друг до друга в такое непростое в этом контексте время. Полина играет девочку со спичками. Она впервые будет работать с марионеткой. Вдохнуть жизнь в неодушевленный предмет – задача не самая простая. Но режиссер Елена Порошина никогда не ищет легких решений. В каждый спектакль вкладывает душу, каждую историю проживает вместе с героями. У нас все сказки о чудесах. Поэтому, наверное, больше, что верили в чудеса. За две недели до премьеры – ежедневные репетиции. Но подготовка к представлению начинается намного раньше. В мастерской Дворца культуры «Большевик» уже в мае кипит работа. Здесь режиссер вместе с коллегами создают уникальные декорации и костюмы. Они помогают окунуть зрителя в сказочный мир Андерсона. В этом году закупить материалы помогала бизнес-лига Серпухова. Елена Порошина – она уникальный режиссер. У ней есть определенная такая своя харизма, не похожая ни на кого. Она ставит прекрасные представления. И она нам очень нравится. И вот мы посоветовались и приняли решение, что все-таки именно она должна сделать ту сказку, тот прекрасный праздничный вечер для детей, чтобы они погрузились в атмосферу Нового года, загадали свои желания, ну и получили удовольствие. Бизнес-лига – сообщество предпринимателей, площадка для обмена опытом поиска новых партнеров и друзей. В этом году клуб провел конкурс для начинающих бизнесменов прорыв года, собрал самых активных на форуме полезные связи. А в новом году организаторы решили подарить сказку каждому ребенку. Все предприниматели имеют семьи, все предприниматели имеют детей. И чем ближе мы знакомимся, чем больше мы друг другу помогаем, чем больше мы узнаем о друг друге, тем вероятнее всего, что мы больше друг другу принесем пользу. Спектакль «Колыбельное для ангела» можно будет увидеть со 2 по 7 января во Дворце культуры «Большевик». Спешите за билетами. Серпуховские спортсмены Денис Пузырев и Дмитрий Жемаркин стали победителями Чемпионата мира по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в Суздале. Побороться за звание сильнейших приехали полторы тысячи участников из 20 стран и 80 регионов России. С результатом в 114 килограммов Дмитрий стал сильнейшим человеком мира в строгом подъеме на бицепс. Денис Пузырев увез золотую медаль Чемпионата мира в своей возрастной категории ветераны, а также серебро в открытой категории, уступив спортсмену из Ирана. К праздничному столу камчатская рыба приехала в Серпухов. В торговом центре на привокзальной площади открылась ярмарка деликатесов. Среди них нерка, чавыча, белорыбеца, тунец, кижуч, красная икра и даже камчатский краб. Татьяна Дудина сегодня приехала на ярмарку одной из первых. Прямо утром. Посоветовали друзья-ценители камчатских деликатесов. Что у вас самое вкусное? Посоветуйте, я первый раз здесь. У нас всё самое вкусное, всё слабосолёное, холодное, горячее копчение. Могу дать попробовать. Очень даже будет хорошо. Здесь всё можно попробовать, оценить вкус белорыбеца, чавыча, кижуча и красной икры. Вот такой сочный, зернистый. На прилавке шикарное разнообразие более 20 видов. Даже есть камчатский краб. Действительно вкусное и слабосолёное. Как вы сказали, не обманывайте. Это точно, правда. После дегустации можно приступить к покупке. Татьяна приобрела почти всё, что попробовала. Целый пакет вкусностей. Говорит, запаслась к Новому году. Стол будет шикарным. Не только традиционное оливье, но и рыбная нарезка и бутерброды с икрой. Дали попробовать. Рыба такая красивая и вкусная, оказывается. Это и правда малосолёная. А к тому же ещё и полезная. Особенно в это время года. Поэтому я тут купила белорыбецы, чавычи и икорки. Вот кое-что сегодня с мужем вечером скушаем, а кое-что заморозим и к празднику оставим к Новому году. Ничего подобного нет в супермаркетах. Это отмечает любовь Усачёва. И подтверждает всё качественное. На ярмарку приходит регулярно. Всегда ждёт её приезда в наш город. Люблю красную. Очень вкусно. Я уже не первый раз сюда прихожу. Но на самом деле сегодня приехал за тунцом. Потому что, мне кажется, это единственный магазин, в котором можно купить хорошего, вкусного тунца. Выращено не в садках, а в дальневосточных озёрах, Довоходском море. Никакой заморозки, а только горячего и холодного копчения, чтобы сохранить все полезные вещества и ценные минералы рыбы – омега-3 жирные кислоты. Коптим по специальной технологии, не замораживая продукцию ни до, ни после копчения. Коптим на буке, на ольхе, на яблоневых опилках. Собственно, поэтому весь аромат и все полезные свойства сохраняются. Икра кижуча, сухая такая, зернистая, слабо солёная. Ярмарка «Камчатская рыба» будет работать до 24 декабря с 10 утра до 7 вечера. Адрес – привокзальная площадь, торговый центр, первый этаж. На сегодня это всё. Далее прогноз погоды. Следите за нашими новостями на сайте телекомпании, на сайте администрации и в социальных сетях. Всего доброго вам! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Натяжные потолки от установщика номер один нашего региона студии «Парсек» – это более 10 лет работы на рынке натяжных потолков. Профессиональные монтажные бригады, собственное производство, контроль качества на всех этапах изготовления и установки, гарантийное и постгарантийное обслуживание. Обоснованная цена и все виды материалов, существующие на рынке. Натяжные потолки от студии «Парсек». Доверяйте профессионалам. Бесплатный выезд технолога вы можете заказать по телефону 76 48 48, код города 49 67. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку.